добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль chevrolet epica 2011 года выпуска 2 литра автомат на этом автомобиле у нас пробег 140 тысяч на данный момент заменим на нем передние тормозные диски и колодки на дисках уже довольно таки приличная выработка поэтому заказали новые диски новые колодки и сейчас их установим для этого поднимаем автомобиль снимаем передние колеса снимаем суппорта а дальше уже в процессе поднял автомобиль снял колесо и вот мы видим такую картину вот эта выработка это основная выработка которая была сделана на новом автомобиле еще родными колодками родные колодки умерли на двадцати трех тысячах пробега и сделали основную часть выработки после этого я менял уже этот второй раз замена колодок и оба раза были саншинги первые саншинги пробежали 60 тысяч километров и вот эти получается тоже пробежали уже около 60 тысяч но они могут еще походить просто я уже решил их заменить я смотрел у меня на внутренней колодке износ больше чем на наружной притом одинаковые с одной стороны и с другой стороны суппорта движутся нормально откручиваем два болта на 14 и снимаем тормозной цилиндр положим наверх на пыльник его сразу проверяем направляющие направляющие смазаны двигаются мягко снимаем колодку вот эта колодка еще бы походила а вот эта колодка уже все вот видно по состоянию колодок что они разные по толщине внутренняя колодка изнашивается больше притом этого автомобиля происходит с самого начала ну здесь уже буквально осталось чуть-чуть и она бы выработкой начало цеплять железо но уже доводить до этого не стал теперь мы откручиваем сзади два болта на 17 которые у нас держат вот эту скобу к цапфе и и и и и и и и но я сейчас эти пластинки сниму которые у нас противошумные чтоб колодки не скрипели и под ними щеткой по металлу все почищу здесь и сверху теперь откручиваем вот этот фиксирующий болт здесь родной должен стоять под крестовую отвертку это уже стоит не родной снимаем тормозной диск что здесь принципе у нас все нормально все смазано но я еще немножко смазки добавлю и вдавливаем тормозной цилиндрик на место посмотрю сколько у меня там смазки я обычно добавляю смазки но здесь видно по этому следу видно что смазка есть он под пыльником смазка много ее там не надо но немножко она должна присутствовать все паршенек я утопил тормозные диски мы будем использовать фирмы zekert написано что это германия но это производство китай качество тормозных дисков неплохое уже проверено номер детали идет bs 5425 такой тормозной диск берем устанавливаем на Субтитры сделал DimaTorzok Также смажу посадочный поддиск, чтобы коррозия его не ела сильно Вытащу, хоть они движутся мягенько, но вытащу направляющие, посмотрю сколько там смазки и в каком она состоянии Для этого пыльник отводим и снимаем его Видно, что смазка еще не потеряла свой цвет и ее достаточно И также вторую Здесь можно маленько добавить смазки Смазка высокотемпературная, это я ее сам переместил в шприц для удобства нанесения Много здесь смазки быть не должно тоже Добавляем чуть-чуть И вставляем, покручивая Все, она у нас движется Вот здесь образовывается отложение под пластинками Эти отложения потихонечку, потихонечку приподнимают пластинку Что приводит к закисанию, подниманию и подклиниванию колодки И она начинает плохо двигаться За счет этого идет перегрев тормозов Плохое их срабатывание И быстрый износ тормозных колодок и дисков Потому что она идет всегда поджата И когда вы снимаете скобы, лучше это почистить Щетка по металлу помогает Но когда чистите, аккуратненько, чтобы вот эти пыльники направляющих не порвать Вот такие вот становятся чистые Теперь вставляем на место скобы, их тоже чистим И устанавливаем И устанавливаем ее на место Затягиваем Так, затянул Меня спрашивали, что это за такой вороток Это вороток с поворотной головкой Усиленный идет Фирма Форса Номер его 801-46-00 Штука крепкая Берем новые колодки Новые колодки будем использовать фирмы Саншинг Саншинг СП-119-93 Наружную колодку мы поставим с пескуном Хотя у нас на внутренней колодке износ идет быстрее Мы поставим внутреннюю колодку с пескуном Вот установили новые колодочки Берем и ставим на место тормозной цилиндр Наживляем оба болта ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь мы нажимаем на педаль тормоза Несколько раз, чтобы у нас вот этот свободный ход выбрался И аналогичным образом меняем вторую сторону На этом все Всего вам доброго ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА